чего не надо вот это собор софийский собор вот там кстати видна небольшая часть как он был да я так понимаю забыли докрасить да блин как ты догадался мы не могли догадаться смотри воздушные шары там это кстати на них можно подняться за денежку сейчас мы пойдем в собор я тайно поснимаю и он еще по работу насколько утоплено здание да так это же культурный слой откуда культурный слой взялся в церкви да там же не было на земле все это вообще конспирологические версии потому что вот ну это еще кстати я бы сказал что это не первый этаж он может еще внутри уходить вниз далеко потому что так окна не могут они располагаться относительно земли так низко получается наверняка там еще метра четыре вниз идет вот смотри вот это вот здание это получается второй этаж а там может быть вообще 3 ниже раскопано чем это соответственно вот это у этого здания три этажа вниз уходят так что друзья культурный слой очень уж большой я допускаю что было просадка здания но не может быть такой большой просадки я давай проведи нам экскурсию что ты видишь и почему-то это видишь и зачем ты это видишь кажется здесь люди же прямо в стене рамки не да то кстати очень распространенная история когда прямо к стене пристраивали какие-то бытовые помещения люди жили допустим в крепости орешка там прямо к стене пристроили тупо тюрьму до содержали заключенным а что ты скажешь о теории то что вот четыре этажа вниз уходит культурный слой и откуда культурный слой взялся церкви всяких перестраивать все перестраивать но культурный слой это откуда там софийский собор не перестраивали давай а шах и мат вниз 6 самое интересное культурный слой вообще такая очень загадочная да никто не он он где-то может быть один сантиметр агена метр может опять же это есть это все где города как ты относишься к всемирному потопу которые не будущем а в прошлом нет ну ну смотри вот если если у тебя в городе случилось наводнение и застопило весь город и всю область лично для тебя это всемирный потоп и периодически это повсеместно случается ну вот он и культурный соль а вот смотри это реставрация и рубль такой до скидывайтесь на реставрацию скидывать и петров там когда остап бендер встал у провала из и стал собирать деньги сколько нет 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 но это другая сырая сколько они спрашивают скидка нет не то они спрашивают а за что берутся деньги он на голубом глазу отвечать а чтоб он дальше не провалился а и дайте мне пожалуйста народу билетиков там помню нет а там а папа обратно там другая история там же сколько стоит год 5 копеек дети три копейки милиционер приравнивать все детям вот здесь софийский собор мы подошли с другой стороны здесь видно старинные фрески у троица рублева там нарисовано еще что то кстати когда мы туда сюда приезжали этого не было был просто белокаменный видимо это все расчистили сейчас вам покажу двери чугунные вот дорогие друзья это интересные такие ворота которые находятся на софийском соборе вот сверху видите вот иисус христос причем вот они латинские непонятная их история вообще откуда они взялись я не нашел ничего здесь идет латинские буквы не древнерусские вот а вот надпись король тоже явно российского производства тут же находятся буквы латиница православной католические кресты вниз вот откуда-то взялся единорог не единорог этот кентавр под собачные давали вообще это вообще не откуда взялись эти ворот ворота вообще непонятно то есть то есть либо их привезли как трофей потому что они вообще латинские лица даже видно да но но латиница здесь нет это не не константинополь скорее это все ну какое-то я точно не помню откуда их да потому что тут все все католическое вот все все что не возьми вот кентавр до совершенно православный стиль символ кентавра да я что-то не нашел упоминания библии кентавра ну и лица совсем не русские да тут то что не упертые они так говорят это что им понравились ворота и вставили православный храм да а слушай а ты кстати очень распространенная история была красивенькая а потом на себе оставить и даже не всегда пусть соответствует стиль ира красивая штука ира есть что сказать по этому поводу воровать причем там кучу народу еще порезав при этом кто такие ворота уже кто такие ворота подарит вообще не ложечка там серебряные они же говорю перерезали город и забрались пришли ночью такие я такую википедию могу процитировать цитируй сделали магдебурге в тысячи сто пятьдесят третьем году и изначально предназначались для полоска там для храма успение и как их сперли а потом они внезапно появились в новгороде это по-русски в описании новгорода не нравится внезапно исчезли из мадагадебурга и внезапно появились в новгороде мадагадебурге их долго искали ладно пойдемте дальше ну поверьте чувака в 1823 году эти ворота а не это это версия появилась в 1823 году а в общем эти ворота являются воинским трофеем новгородцев которые входили тогда в шведскую ахать которые ходили по морю круто и утаранили они эти ворота пришли все разнесли бороды себе красивый я нас бывать твоя мечта твои варианты почему так много церквей расстояние надо наверное здесь была такая тема что круто было поставить 20 метров друг от друга а вдруг это не церкви а вдруг это по версии некоторых к сбор космической энергии с целью преобразования в электрическую космодром а на самом на самом деле это не церковь космическое корабли они просто тут остались за памятных времен да да и дополнение улетели очки воплажили как пятом элементе до двух хозяева в одну сторону пока не ответим мы в матрице или нет конечно матриц есть такая штука теория такая ты меня пугаешь мы батрица или нет как бы есть такое предположение то что вся вселенная она компания с такой супер упертым мега галактический куб и по сути мы есть отражение на ребрах вот этого куба то есть галактические изображения на ребрах этого куба они они само есть пространство и тогда получается то что мы просто матрица ну на самом деле опять же понятие ничего не понял ну ладно нет подожди если мы на ребре не мы же ощущаем предмет и что и одинаково и что это значит но там мы бы тогда бы не ощущали в негде нет понимаешь ну ощущаешь то еще твердо самом деле вот даже твердым что они настолько раздраженные что вот между конечно пространстве конечно допустим расстояние между атомами вот если пропорционально составить да расстояние между между звездами даже меньше чем расстояние между между атомами то есть соотношение размера атома к вот пространство вокруг него то есть между атомами такое огромное расстояние вот как между звездами то есть взять размер атома и взять то есть сделать атом размером расстояние до следующего может быть атом это планета земля на котором также обитают микро люди на микроатоме нет атом представить с точки зрения вот наша опять же нашего привычного восприятия как писать атом не к это горшине как джек он по сути элементарные частицы они это не . это не и какая-то такая штука которого можно потрогать это то даже в большей степени балла чем к это субстанция но по а это ребра почему мы в матрице это все-таки не пьем не понимаю просто если взять вселенную до макро масштабе да да и и и и прочитать иду ну опять же я я досконально вот эту всю теорию то точно не помню я там читал в одном журнале тебя зацепило нет нет не понравилось все что происходит это некий вариант той же самой матрицы все что происходит она есть отображение на чем-то буддистов кстати говоря у них же есть похожая теория да у них есть целая секта которые верят то что все что происходит в мире снится богу и таками сниму это снится от все происходит как только он проснется все включится конец света то есть тоже а представление то что это это все не на самом деле а это да задачу ты всех нас но это одна из теорий конь и она может быть верно а может быть неверно ты знаешь конечно где же мы как бы есть законы ньютона которые работают это казалось что они они неправильные но не работают ну как и может быть неправильно работать смотри мы видим с собой зеленые листья это видят большинство 90 процентов людей значит это правда не а правда то что света нет цвет это разная длина длина волны причем отраженные волны как какая правильная нет 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 а мы видим свет который отразился от предмета они сам предмет почему мы примеру через ну хорошо это же мы можем все потрогать и ощутить что это действительно форма получается армане это лет ну хорошо цвет это не значит матрица может быть это не матрица просто ошибка с цветами форма то остается значит это уже не форма тоже знаешь ты на ощупь очень легко тебя запутаться с формы то есть наш глаз он же это же строилась по проектам нет нет на смотри мы видим перспективу она есть вот эту линию уходит горизонт на самом деле этого нету все линии все правильные дни они параллельно стоит всегда ну за счет перспективы они сходятся но перспективы нет мы едут к беда антирада это да да а значит мы видим не ту форму которая есть на самом деле за счет опять же того что свет двигает ну он отражает он преломляется значит мы видим не то что вот есть на самом деле нет это дал нас я знаю что даже и художники говорят у нас искаженное восприятие но форма то остается форма моста форма здания она в чем мы можем смотри мы можем потрогать колонну да утащишь эти выступы они есть а вот допустим вот 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 как сказать галерея да она к бы какой форм она мы видим ее тоже то что она сужается на а на самом деле она не сужается мы видим искажение формы а что есть на самом деле форма допустим взять иконы древнерусские иконы там кстати нет перспективы там есть перспектива но она обратная то что далеко расширяется значит они они видели по-другому может они они не видят они просто пытались организовать до полотно до день пространство где они что-то изображает в миссии да то что они не видят понимание то так но может быть перспективу вот вообще вот этот стоит рассуждать как закон природы просто чем дальше тем дальше чем ближе тем ближе соответственно дальше значит дальше у тебя же ты же не можешь и дальше видеть так же как здесь потому что это дальше но это не говорит о том что мы в матрице это не доказательство а нет промо на промо тут все такое про на грани мега куба в котором находится наша вселенная но я сушил много есть параллельных вселенных которых такие же мы можем быть только в разные промежутки времени с разными вариантами потому что будущее многоградное какая история то что понятие времени вне наших вообще времени нету да она время придумали мы она просто не имеет смысла вне нашей вселенной солнечной системы то есть нет время это определенные определенная череда событий с какой-то какой-то момент появляется вот эта черда событий с этого начинается время получается и где-то где-то черда событий закончится когда-то закончится время нет но все равно как и и просто время будет по-другому идти более растянуто или более быстро потому что события не будут всегда звезды будут взрываться нет не происходить не факт не факт единстве понятия тепловой смерти вселенной или цикличность другая история просто до появления вселенной там сингулярность понятия времени не имеет смысла потому что не было ни про станции не событий ничего появляется когда что-то появляется привлекается и время есть понятие когда тепловая смерть вселенной когда вселенная настолько широко расширяется то что она начинает разрывать сама себя либо сужаться может не знаем да да ну как бы тут тот тот или иной сценарий когда то что когда сужается то есть обратная в сингулярность и в этой сингулярности перестают происходить события ладно надеюсь иван вам устроил взрыв мозга все пойдем дальше гулять и все и и и и и и и и и Продолжение следует...